Ну вот, есть турецкий Курдистан, там курды то мирно, то не очень мирно боролись за свои права, за какую-то территориальную целостность, автономию, еще за что-то. Иракский Курдистан, Сирийский Курдистан, но на ваш взгляд, вот эти три разных Курдистана, у них больше общего или различий? Насколько они вообще готовы, вот если так, отбросить все внешние политические и военные силы, насколько они готовы к консолидации, к операции полнейшей и полному взаимодействию ради построения своего государства? На мой взгляд, курдское национальное движение, освободительное движение пока что еще не достигло этапа национально-освободительного движения. То есть, пока что нет общенациональной идеи для курдов, общенациональной идеи создания независимого Курдистана. Есть силы, которые борются за это, но, как я уже сказал, общенациональной цели, общенациональной идеи у них пока что нет. Это определенный этап национального движения. Я думаю, в ближайшие годы вот это движение, курдское национальное движение, может перерасти в общенациональное освободительное движение. Тогда уже перспектива создания курдской независимой государственности будет более реальной. Сейчас пока что это движется в более отдаленной перспективе. Ну, вот теперь все-таки у меня к вам вопрос по поводу Турции. Какова ее политика? Понятно же, что никогда искренне, честно турки нам не расскажут, чего они хотят. Хотят ли они кусок Сирии откусить? Хотят ли они обезопасить себя от курдов внешних и курдов внутренних? У них же тоже есть свои опасения. И вот каковы эти опасения и на что они готовы, на ваш взгляд, ради того, чтобы вот эти проблемы для себя минимизировать? Поставленный вопрос предполагает анализ на нескольких уровнях. Если в чисто стратегическом плане пытаться анализировать политику Турции, то, конечно, необходимо обратиться к идеям самого Эрдогана. Фактически Эрдоган стремится создать новую Турцию. Турцию, которая будет не Турцией, а Татюркой, а Турцией, а Татюркой. Вроде уже поставлена и не только цель, но и уже назван период, когда будет создаваться новая Турция. Это 2023 год, то есть столетие Турецкой республики. И вот если посмотреть, что из себя будет представлять новая Турция, то тут возникают вопросы, которые требуют дальнейшего уточнения. Во всяком случае, на сегодняшний день в турецкой прессе регулярно появляются карты новой Турции. И вот эти карты включают в себя территорию, которая сейчас находится на севере Сирии. Территорию Масулу. То есть ту Турцию, которую приняли, территорию той Турции, которая была утверждена Великим Национальным Собранием Турции еще в 2020 году. Так что, я думаю, стратегическая цель, если получится, будет эта цель. С другой стороны, в более таком тактическом плане, конечно, Турция в Сирии ставит перед собой две цели. Первая цель, которая была широко разрекламирована еще в первый период гражданской войны в Сирии, это освобождение от Асада, приход к власти нового правительства. Тем самым, Турция пыталась освободиться от своего геополитического соперника на Ближнем Востоке, в лице единой сильной Сирии. Другая цель, конечно, которая сейчас выставляется на первый план, это борьба против курдского фактора, притеснения курдов, создание неопределенной зоны безопасности на всем протяжении турецко-сирийской границы, где проживают курды. И вот этот, я думаю, сейчас идет план, притворяется в жизнь план, который своей, конечно, целью ставит создание зоны безопасности на протяжении турецко-сирийской границы, там, где проживают курды. И Африн один из этапов этого плана. Рубен Романович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, Россия, учитывая все эти факторы, ведет достаточно грамотную политику в отношении Турции, понимая, где турки могут нас попытаться подвинуть, где предать, где переметнуться на чужую сторону, или чего-то нам не хватает в этом плане? Я думаю, современное состояние российско-турецких отношений можно охарактеризовать как временный определенный тактический союз с целью решения определенных тактических целей на территории Сирии. В геостратегическом отношении, конечно, Россия и Турция остаются соперниками и во всем регионе Ближнего Востока, и, скажем, на Южном Кавказе. Политика России в отношении Ближнего Востока, на мой взгляд, пока что не приобрела определенность, нет общей стратегической цели. В более таком конкретном выражении цель России понятна. Сохранение территориальной целостности Сирии, поддержка законно избранного правительства Ассада в Сирии, но вот когда будет определена общая стратегическая цель России на Ближнем Востоке с учетом всех тех особенностей общемировой политической и геополитической ситуации обострения отношений между Россией и Соединенными Штатами, тогда уже более определенной станет и тактическая линия поведения России, в том числе и в Сирии.